Здравствуйте, уважаемые друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И мы продолжаем говорить об Иврааме, как об отце всех верующих. Но прежде меня к вам вопрос. Когда вы встречаетесь с людьми, когда вы уходите от них, когда вы с ними проводите много или мало времени, что после этого люди ощущают? Какой осадок или послевкусие остается от времени, проведенного с вами? Если наш отец Авраам, я сейчас говорю не по национальному признаку, а по вере, потому что отец всех верующих Авраам, тут даже, кстати, не перечислены религии или конфессии. Он отец всех верующих. Это очень интересный такой посыл со стороны Бога. То есть всякий человек, который имеет внутри себя веру в что-то божественное, большое, он уже имеет какую-то причастность к Аврааму. Но это другая история, поэтому мы сейчас с вами просто будем говорить о назначении самого Авраама, как Бог это сделал. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, будешь ты в благословении, и я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Итак, друзья, когда Бог сказал об Аврааме, «Я благословлю благословляющих тебя», и ты сам будешь в благословении. Это очень интересный посыл и очень интересная возможность, которую Бог предлагает нам тоже иметь. Если ты приходишь, и после тебя нет благословения, не остается этого добра, мира, то задай вопрос самому себе, а чей же я сын, чья же я дочь? А если ты носитель этого мира, то значит ты оставишь этот след после себя. Плюс к тому, само слово благословение, что это такое? Это благое слово. И энергия благодати, энергия добра, она высвобождается через слово. И поэтому, когда вы приходите в какой-то дом, когда вы там проводите какое-то время, скажите те слова, которые будут благословением для живущих. Скажите то доброе желание вашего сердца, чем вы хотите запечатлеть этот дом или запечатать его словами. Потому что благословение без слов не происходит. Хотя то, что Бог сказал, это уже слово работает в жизнь Авраама и его потомства. И в связи с этим Бог говорит, «Всех, кто будет тебя благословлять, я благословлю». А те, которые будут злословить, они окажутся под проклятием. И сегодня это такой тестовый момент для целых наций, для целых государств, для целых городов, родов и отдельно взятых личностей. Как мы будем относиться к тому, что делает Бог на земле? И даже евреи. Это нация, которая является сегодня лакмустовой бумажкой в истории и вообще в пространстве политическом. Люди, которые на них имеют и произносят много негативных слов, то получают очень серьезное возмездие не потому, что их кто-то проклинает, а потому, что вступает в действие закон, высвобожденный Богом, как обещание Аврааму много лет назад на основании того послушания, которое имел Авраам к Богу, к его посланию. И теперь Бог внимательно наблюдает, что же происходит с людьми вокруг Авраама или вокруг его потомства. В связи с этим, друзья, я хочу, чтобы мы с вами наблюдали за своей речью и в то же время понимали, что благословение не приходит просто так. Мы тоже закладываем фундамент, либо встаем на заложенный кем-то фундамент для того, чтобы в нашу жизнь пришло обилие благословений. Я хочу, чтобы мы были людьми щедрыми на слова добра, на слова созидания. И когда мы в этом щедры, то и вокруг нас атмосфера цветения, благоухания, мира, и, соответственно, людям хорошо находиться рядом с нами, и то, что было с Авраамом, будет продолжением и в нашей судьбе. Ты будешь в благословении. И мы сейчас помолимся о том, чтобы в течение этого дня произошло это благословение через тебя на многих людей, с кем ты соприкоснешься. Небесный Отец, благодарю Тебя, что мы дети Авраама, а значит, мы тоже принимаем эту эстафету быть благословением для тех людей, с кем мы сталкиваемся, для тех людей, которые вокруг нас, которые рядом с нами, или которые оказываются как бы случайно на нашем пути. Но прими благодарность, потому что мы на самом деле люди, взятые тобой в удел, чтобы благословение никогда не закончилось, а только умножалось и распространялось, чтобы уста Твоего народа не молчали, а говорили слова благословения и в адрес свой, и в адрес своих детей, и в адрес своих соседей и сотрудников, и в адрес правительства. И я благодарю Тебя, что мы можем это сделать сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова